Друзья, здравствуйте! Сегодня хочу рассказать вам о поражающем воображении беспределье, об огромном ущербе, который наносится нам с вами гражданам бизнесу государству, с одной стороны, и при помощи которого зарабатывают огромные деньги наши бандиты и коррупционеры во власти. Речь сегодня пойдет о налоговой. По моему скромному мнению, именно сегодняшняя ДПС Украины устроена по-бандитски беспредельно, как никогда ранее. И это я сейчас вам продемонстрирую на поистине ошеломляющих фактах. Перед тем, как перейти к фактажу и документам, которые откровенно вергли меня в шок, необходимо рассказать предысторию и объяснить предмет моего расследования. Давайте вначале о предмете. Скажем так, это один из действительно безотказно и стабильно работающих, один из максимально эффективных инструментов по наполнению коррупционного общака ДПС Украины. Речь идет о комиссии по вопросам остановки регистрации налоговых накладных и корректировки в едином реестре. Название сложное и пугающее, но я вам сейчас очень просто и доступно все объясню. Как я уже сказал, эта комиссия один из самых эффективных инструментов по наполнению коррупционного общака украинской налоговой. А в регионах, то есть главных управлениях налоговой в областях, наверное, это чуть ли не самая главная тема. Наверняка вы много раз слышали о том, что блокируются налоговые накладные и видели массовые протесты и возмущения предпринимателей по этому поводу. Вот это как раз оно и есть. То есть собирается такая комиссия и решает, является ли предприятие X рисковым или не является. На практике по-простому это значит, будет ли работать предприятие или не будет. Например, есть такие заправки в Киеве и Киевской области, как авантаж. Вот они хорошо прочувствовали на себе всю силу этой комиссии. То есть одним рощерком пера вся хозяйственная деятельность вашей компании, по сути, останавливается. Допустим, вы живете в Житомирской области или Харьковской или Сумской, не важно. И вас местное управление налоговой вносит в риски. Вы можете пожаловаться в профильный департамент в Центральном аппарате ДПС в Киеве. Если не помогает, идете в суд. В суде года через два вы, скорее всего, докажете, что вас незаконно ввели в статус рисковых. Но при этом ваше предприятие не будет работать два года. Вы потратите кучу денег на суды, а налоговикам, которые ввели вас в этот статус и, по сути, уничтожили ваш бизнес, по итогу ничего за это не будет. Ввиду такого положения вещей в нашей стране, в этот момент появляется альтернатива. Например, вы можете платить 1,5% дополнительного налога с оборота в месяц. Только этот налог не официальный, а теневой. Он идет кэшем начальнику в области, а потом начальник везет это все в Киев. Эта же комиссия влияет и на возмещение НДС. Потому как, если ваша компания вдруг стала рисковой, то она не имеет права получать возмещение НДС. Поэтому, если вы хотите получать возмещение, вперед за покупкой так называемого билета, то есть теневого платежа в карман налогового общака. Если помните, пару лет назад на дороге силовики остановили таможенника, который вез в Киев в багажнике своего автомобиля 700 тысяч долларов. Так вот, это то же самое и работает так же. То есть, по сути, в 90-х такая форма взаимоотношений называлась просто рэкетом. В регионе в такую комиссию входит около 10 человек. Возглавляет эту комиссию заместитель начальника налоговой области. Принимаются решения всегда единогласно, так как понятийно все решения принимает начальник региона единолично. Кто проголосует не так, как сказал начальник, этого сотрудника выгоняют со службы. Обычный феодальный строй и бандитизм ничего нового. То есть, глава такой комиссии контролирует поток кэша в регионе. Контролирует дань с белых предприятий, они платят за то, чтобы им не создавались проблемы. То есть, не вносили в список рисковых. И таким же образом крышуются мусорные компании, которые просто накручивают НДС с воздуха и воруют деньги из бюджета. Еще раз, это главный инструмент по контролю финансовых потоков, влиянию на бизнес, сбору денег, регулирование конкурентов на рынке. Инструмент для создания монополии в регионе в его любом проявлении. Именно поэтому так важно контролировать в регионе эту комиссию. Думаю, это понятно. Так вот, весь этот теневой кэш, общак, касса, называйте как угодно, таким образом собирается в регионе, потом везется в Киев. Дальше по вертикали все это идет и замыкается на Евгении Сокуре, заместителя головы ДПС Украины. Он курирует это направление, работы в регионах, понятное дело в ручном и бандитском режиме, но об этом через несколько минут. За последние годы компании и людей, которые столкнулись с этим не иначе как вымогательством в полтора процента, видят теневого налога миллионы. Расцвет этого рэкета припадает на период, когда полный контроль над ДПС Украины взял Данил Гетьманцев, глава комитета финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады. Ни для кого не секрет, что именно Данил Гетьманцев принимает все кадровые решения по налоговой. Именно он назначил Татьяну Киренко на роль исполняющей обязанности главы ДПС Украины, которая по сути марионетка, не принимающая никаких решений. Оперативное руководство темами происходит через заместителя Татьяны Киренко Евгения Сокура, бывшего помощника Гетьманцева. Ну и сама модель управления. Все перечисленные люди, условно говоря, в туалет не ходят перед тем, как спросить у патрона, можно ли. Поэтому, куда собирается кэш по вертикали, вопрос риторический. А на предмет теневого налога в полтора процента спросите у своих друзей, платят ли они, возможно платили ли, сами узнайте. Значит, с комиссиями разобрались, что, кто, почему и как работают, понятно. Теперь момент номер два. Я даже не представлял, какой ужас и произвол творится, как деградировала служба с этими шестерками Гетьманцева, пока не столкнулся с налоговой в Хмельницкой области. Уже ни для кого не секрет, что Данил Гетьманцев поставил задачу любой ценой убрать оттуда Ирину Зеленко, действующего руководителя и непонконтрольного ему, и поставить свою марионетку на регион. Тому есть несколько причин. Первая, и о ней я рассказывал на прошлой неделе. Махинация со стройкой Хмельницкой атомной электростанции. Цена вопроса осваивания двух миллиардов долларов США. Вторая причина, она не собирала и не возила в Киев кэш. Поверьте, если бы было иначе, они бы ее не пытались уволить, а просто арестовали подконтрольными силовиками, взяли бы как того таможенника с багажником денег. Да и все. Третья причина, она отказывалась крышевать размещение нелегального производства сигарет и алкоголя, а такой завод в Хмельницкой области стоит. Больше того, в Хмельницкой области расположена одна из самых крупных перевалочных баз теневого алкоголя и сигарет перед переправкой контрабанды в страны ЕС. Ну и четвертая причина, собственно, контроль над комиссией. Уверен, что Ирина Зеленко еще обо всем этом расскажет в каком-то интервью. Я уверен, что это будет еще то приключение, так что закупайтесь попкорном. Это произойдет, думаю, в скором времени. Так вот, Гетманцев дал поручение своим шестеркам Киренко и Сокру захватить налоговую службу в Хмельницкой области. Вот это важная часть перед выходом на самую жесть. Напомню вам первую попытку. В ней Гетманцев и его банда попытались отстранить действующую главу службы в регионе и брутально нахрапом завести свою марионетку на должность. Имя этой марионетки Сергей Забашта. В свой первый рабочий день Сергей Забашта приступает сразу к делу. Совершает откровеннейшее преступление. Смотрите, он выдает приказ о назначении самого себя главой комиссии по налоговым накладным и рискам. И буквально сразу начинает выводить компании из рисков десятками и десятками за заседание. Очевидно, что это делается фиктивно, в том числе для возмещения НДС. Самое интересное, увидев с какой скоростью начали доить бюджет, я написал запрос в Министерство финансов, чтобы мне разъяснили порядок назначения главы такой комиссии. Потому что тема, когда ломает всю структуру через колено с миллионом нарушений, когда ты сам себя потом назначаешь главой комиссии и начинаешь сотни предприятий очевидно фиктивно выводить из рисков, выглядит сомнительно. Я не ошибся, директор департамента мне прямо ответил, что это максимально незаконно. Ведь такие действия может совершать только заместитель главы области. А новый руководитель всего лишь инспектор. Да, исполняющий обязанности главы, но всего лишь инспектор. А в законе прямо написано, исключительно заместитель главы. По сути, прямо сейчас мы наблюдаем, как группа лиц, явно по предварительному сговоры, злоупотребляя властью, сами себе присвоили полномочия, что абсолютно незаконно. И это подтверждает официально Минфин. Начали незаконно выводить предприятия из рисков, чем нанесли ущерб бюджету миллионов на 200 гривен. Это короткий эпизод из предыдущего расследования. Я сейчас еще сильнее все упрощу. По закону Украины, постановлению правительства Украины, вот эту супервлиятельную комиссию в регионе может возглавлять исключительно человек на должности со статусом заместитель начальника главного управления налоговой области. Именно это разъяснение мне прислали из Министерства финансов со ссылкой на постановление правительства. Вот это постановление правительства, где очень однозначно и просто написано, возглавлять такую комиссию может заместитель начальника ГУ налоговой области. Что произошло в Хмельницкой области? Гетьманцев и его шестерки отстранили руководителя. Завели туда на самую низшую должность инспектора свою марионетку. Потом центральный аппарат в Киеве выдал приказ присвоить этой марионетке статус исполняющего обязанности главы налоговой региона. Потом эта марионетка сама себя назначила главой комиссии. Типа он и он начальника, значит он может возглавлять и комиссию. Понимаете, да? На самом деле это грубейшее нарушение закона, потому что должность этой марионетки инспектор. То есть самая низшая должность, на которого возложили функцию ИО, обязанности главы ГУ. Но исполняет он обязанности. Только от этого его должность не меняется. Он остается низшим звеном в иерархии, обычным инспектором. То есть все заседания сотни компаний, по которым принято решение комиссии, которые он подписал, юридически ничтожны, незаконны и должны быть отменены. А это то, что они сразу и начали делать, поставив марионетку на должность пачками. Пачками начали подписывать решение комиссии по компаниям. После того, как это расследование было опубликовано и оно набрало десятки тысяч просмотров, Данил Гетьманцев и его банда поняли, что произошло. Что они совершили грубейшее нарушение закона и быстро отступили, вернув все как было, то есть бывшего руководителя. И вот тут начинается самое интересное. Я написал запросы в Министерство финансов по поводу штатного расписания всех главных управлений налоговой во всех областях Украины. Получил ответы и проанализировал их. Оказывается, что кроме Хмельницкой области, еще в 8 регионах Украины существуют и работают ничтожные комиссии, которые не имеют вообще никакого права принимать решения. Это Житомирская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Черниговская, Черновицкая, Николаевская области и город Киев. Город Киев, кстати, по своим финансовым объемам приблизительно сопоставим со всеми вместе взятыми этими регионами. В Николаевской области, например, такая комиссия действовала незаконно почти полтора года. Только представьте себе, 9 регионов страны, практически половина областей Украины, в них регулировка деятельности юридических компаний осуществлялась ничтожными комиссиями налоговой службы. Это десятки тысяч незаконных, неправомочных решений, в том числе, очевидно, крышевание фиктивных компаний по отмыванию денег, возмещению фиктивного НДС, блокировка белых компаний. И все это незаконно. Все это 100% решения судов о ничтожности принятых решений комиссиями в этих регионах за все это время. Это миллиарды, это десятки миллиардов ущерба украинскому бюджету, не говоря уже о том, сколько там крышевалось подпольных и фиктивных структур. И все по одной и той же схеме, которую я увидел в Хмельницкой области, где назначается фунт на низшую должность. Этому фунту дают приказ в центральном аппарате Киева на ИО начальника. Потом он сам себя назначает главой комиссии и начинает подписывать десятки, десятки протоколов, сотни протоколов, что является преступной деятельностью, очевидно, по предварительному сговору, да еще и группой лиц. Вопрос к вам. Как вы думаете, вот 9 областей, где де-факто существует фиктивная деятельность налоговой центрального органа исполнительной власти, это все не замечается в центральном аппарате в Киеве? Нет, друзья, нет, ну конечно же нет. Кто за это отвечает и официально курирует? Евгений Сокур, помощник Данила Гетьманцева. Кто подписывает все эти документы и назначения? Татьяна Киренко, глава налоговой фунт Гетьманцева. Наверное, расследование этого дела правоохранительными органами может показать самое масштабное разворование за всю историю существования украинской налоговой службы. И, кстати, обращаюсь к службе безопасности Украины. Обратите внимание, что среди этих областей, где была организована фиктивная работа, комиссий области со строительством фортификаций. А весь вывод денег, воровство на фортификациях, видела ли комиссия эти движения? Ответ, конечно, видела. Вопрос, почему не блокировала? Почему молчали и пропускали? Либо участвовали в грабеже и получали кэш, который потом везли в Киев, а возможно и государственная измена? А может быть одно и второе одновременно? И, конечно же, я обращаюсь ко всем предприятиям и бизнесу, которые расположены, зарегистрированы в этих областях и городах. Все накладные, которые вам заблокировали, все, что вам приостановили, это незаконно. И на основании именно вот этого моего расследования и документов, которые я опубликовал прямо сейчас, вы можете пойти в суд и 100% вам все отменят и все разблокируют. Потому что все решения этих комиссий ничтожны. Друзья, поддержать мою работу просто. Скачивайте приложение свободный, там много крутого и независимого контента. И подписывайтесь на мой телеграм, все ссылки в описании. Помните, мне важна ваша поддержка. И поделитесь этим видео с друзьями. Спасибо.